Продолжение следует... И затем лишившихся его из-за ошибки чиновника при оформлении гражданства, социал-демократическая фракция представила в парламент в конце прошлого года. Но пройдя первое чтение, в рассмотрение законопроекта вмешалось Министерство внутренних дел, которое представило Конституционной комиссии Риги Хогу свои предложения о поправках. Однако они настолько изменили текст законопроекта, что социал-демократы вынуждены были прервать его второе чтение в парламенте. Впрочем, после того, как в комиссии доработали законопроект, сегодня состоялось его повторное второе чтение. Все предложения фракции социал-демократов были учтены. Единственное, что не было принято, это поправка центрийской фракции, которая касалась достаточно тонкого вопроса о двойном гражданстве. И, в принципе, проблема была не в том, что, может быть, и поправка была неправильная, а в том, что в рамках этого закона вопрос о двойном гражданстве решать было бы не совсем корректно. Хотелось принять закон до лета для того, чтобы решить проблемы тех людей, которые остались без гражданства из-за ошибки чиновника. Согласно предложениям социал-демократов, всех тех людей, которые хоть и не имели право на получение эстонского гражданства, но получили его вследствие допущенной чиновниками ошибки, государство должно сделать полноценными эстонскими гражданами. Исключением являются лишь те, кто предоставил заведомо ложные данные. В свою очередь, Министерство внутренних дел настаивало на том, чтобы окончательное решение о признании или непризнании человека гражданином должен принимать Департамент полиции и погранохраны, то есть, по сути, все те же чиновники. Однако представители социал-демократической фракции Риги Когу сочли это предложение абсурдным, поскольку закон о гражданстве является конституционным законом, а значит, парламент должен составить четкий список всех обстоятельств, при которых человеку могут отказать в предоставлении гражданства. По нынешнему законодательству, если человек не предоставил ложных данных и государство ошибочно выдало ему паспорт гражданина до 1 апреля 1995 года, то при обнаружении ошибки государство обязано решать возникшую проблему в пользу человека и предоставить ему статус гражданина Эстонии на законных основаниях. Выданный же после этой даты паспорт аннулируется, и человек остается без какого-либо легального статуса и вынужден ходатайствовать о виде нажительства. Впрочем, уже очень скоро эта ситуация изменится. Порядок будет теперь такой, что если человек не предъявлял ложных данных и отсутствуют некие обстоятельства, но они в принципе связаны с тем, что с противогосударственными действиями какими-то, то есть если таких случаев нет, тогда департамент полиции обязан этого человека восстановить в эстонское гражданство. То есть здесь никакой возможности у них отказывать не будет. Только в этом случае, если, конечно же, предъявляли ложные данные, или если человек тогда совершал противогосударственные действия. Поэтому, что в принципе, я думаю правильно, большинство из этих 140 человек, конечно же, и не предъявляли ложных данных, и не совершали никаких противогосударственных действий. Поэтому, я думаю, для них этот вопрос решится. Помимо всего прочего, в своем законопроекте фракция социал-демократов настаивала также на том, чтобы человеку, несправедливо лишенному гражданства, компенсировались бы расходы за оформление не только нового паспорта или ID-карточки, но и прочих документов, например, паспорта иностранца или вида нажительства. После второго чтения эта поправка была учтена. Окончательное голосование по законопроекту состоится 12 июня. Продолжение следует...